Итак, она звалась... Нет-нет, не Татьяна, она звалась Ирина. Я приветствую вас на своём канале «Элегантный возраст». Я самая обыкновенная среднестатистическая женщина, которая уже отметила свой 50-летний юбилей и номинально вступила в так называемый «элегантный возраст». Поэтому так и решила назвать свой канал. Моя молодость пришлась на конец 80-х и начало 90-х. Лихие 90-е. Вы помните, в какие времена дефицитов мы жили. Да, девочки за 50 очень хорошо это помнят. И я, как и мои подруги, не понаслышке знаю, как прожить 10 месяцев без зарплаты, как сделать мясную котлету без мяса из Геркулеса. Что такое получить зарплату растительным маслом? Было всякое. Но, тем не менее, мы делали из говна конфетку, развлекались как могли, плясали под песни Юры Шатуновой, плакали под песни Тани Булановой, влюблялись в гитаристов из соседнего подъезда. В общем, развлекались как могли. Не зря моя вечеринка, посвящённая 50-летию, проходила в стиле 90-х. Очень было весело и интересно вспомнить наши юные годы. Мы оделись в стилистику 90-х. И когда я украшала зал, праздничный зал, я пошла в фирму, которая торгует шарами, надувные такие шары. И первый шар, который мне попался, вот такой. Старая корова. Я, конечно, с юмором восприняла такое приветствие магазина. Но в каждой шутке есть доля шутки. Конечно, старой коровой я себя ещё совсем не ощущаю. Я ощущаю себя такой же, кстати, как я была и в 20 лет, и в 30 лет, и в 40 лет. Я и в 50 вроде бы такая же. Но возрастные изменения, конечно, налицо и на лице. Активно чувствуется птос, активно чувствуется прибавление веса. Всё труднее становится удержать этот вес в рамках. Ну и вес. Что такое вес для меня? Когда-то в молодости, в детстве, я была очень худым, просто невероятно худым ребёнком. Когда я выросла, вот вышла замуж, ещё родила тоже дочку. И после родов я похудела просто до 45 килограммов. И, конечно, культ худобы тогда ещё не был таким. Это был 89 год, 90-91 год. Я весила 45 килограммов. Дедушка просто ужасался. Иришка, разве можно быть такой худенькой? Отъедайся, отъедайся. Когда же ты только на женщину будешь похожа? В фильмах нас всё ещё встречали «Грудастые красавицы», советские фильмы. В общем, подруги мои тоже были пышечками. И однажды одна из моих подруг вдруг сказала, «Ира, тебе надо отъедаться. Ты худая до жалости». Чем окончательно навязала мне комплекс худобы. И я отъедалась, отъедалась, как могла. Отъедалась, отъедалась, пока вдруг на одной из семейных фотографий я стояла на заднем плане, и я заметила, что я по весу превосхожу некоторых старших членов семьи даже, некоторых бабушек. Я просто сама выгляжу, как бабушкин пирожок. И тут вдруг у меня перемкнуло. Да я толстая. И как раз наступили времена, когда из каждого утюга нашей уже не такой необъятной, а слегка развалившейся стороны нам вещали параметры идеальной женщины 90-60-90. Помните это время? И вот тут началась моя борьба с весом. Я, конечно, снизила свой вес. Впервые я снизила свой вес на кремлевской диете. Это тоже безуглеводная диета. Потом вес мой скакал туда-сюда. Я применяла еще различные диеты. Кремлевская, кстати, потом перестала на меня действовать. Я сейчас понимаю, почему. Потому что было очень много молочки. Были другие диеты. Было даже полнейшее голодание. Однодневное голодание сначала. Потом голодание по 12 дней у меня были. И 12 дней выход на соках по Столешникову. Много я вес то теряла, то у меня сухое голодание было. Тут же после этого опять набирала, потому что не было культуры питания. Ну и в голове уже что-то перемкнуло. Мне, видимо, казалось, что я постоянно лишаю себя чего-то хорошего. Каких-то удовольствий. И я переедала. Переедала, конечно. И особенно переедала углеводами. Я большая сладкоежка. С детства я была приучена к сладкому. Ну, конечно, мама очень хорошо пекла. Были у нас возможности купить конфеты. Разные, шоколадные. В общем, все это я люблю. Особенно меня будоражит выпечка с ванильным запахом. Это просто вот триггер какой-то для меня. Очень любила поедать пирожные. Был у меня спортзал активно. Вес я, конечно, держала. Он колебался у меня где-то с 55 до 59 килограммов. 60 я уже не допускала. Потом случился такой период в моей жизни стрессовый. И я отпустила все эти спортзалы, все сдерживания, все диеты. И я просто уехала в Сочи. И ела там что хотела. Пила как хотела. В общем, гуляла. Лечила свою депрессию. И, конечно, по выходу из депрессии я заметила. Я приехала. Не было весов у меня. Джинсы, благо стрейч, они тянутся как пифагоровые штаны во все стороны. И когда я приехала из Сочи, я взвесилась дома. И оказался мой вес 74,5 килограммов. И, конечно, я поняла, что что-то нужно делать. Это было начало мая 2021 года. И сначала я решила снизить прием углеводов. Стала искать на просторах интернета. Мне попался доктор Берг. Сначала было много ошибок. А потом все-таки по мере того, как я изучала этот вопрос, я активно вошла в китос. И вес мой начал снижаться. И, о чудо, там просто первую неделю у меня минус 5 килограммов. Вторую неделю еще 3 килограмма. То есть сначала сошла вода. Тут я добавила прогулки на стадионе. И, в общем, к концу года, за 9 месяцев, к декабрю, я весила 57 килограммов. Тут, конечно, еще сказался ковид. В начале декабря я еще перенесла очень тяжело. В конце ноября и начале декабря еще он унес пару килограммов. Ну, ладно, мы не будем это учитывать. Потом в декабре у меня был юбилей. У моих подруг 50-летний юбилей. И, естественно, это были шикарные застолья. Просто обалденные торты. Просто сногсшибательные закуски. Ну, естественно, алкогольные напитки. И вот у меня день рождения в конце декабря. Следом Новый год. И я понеслась, в общем. Вылетела из китоза. Ведь китоз войти надо там неделю примерно. Да, а вылететь из него просто за одну секунду можно. Достаточно съесть там кусочек сахара. После Нового года я еще придерживалась немножко низкоуглеводного питания. Но потом опять все пустила, запустила. И вот я смотрю на весы. И мой вес к концу года 68,7 килограммов. И я все-таки хочу сбросить его. Здесь причин несколько мотивационных. Конечно, я выросла из большинства одежды. Да, те пихогоровые штаны, которые во все стороны равны, они на меня налазят. Да, в любом весе. Да, вот эти трикотажные футболки, они тоже легко тянутся. Но пальто, пиджаки, строгие брюки, узкие юбки. Ничего это не лезет на меня. Если мне выйти в театр, мне либо вот сейчас надо закупить какую-то одежду, но я не могу смотреть на себя, не могу принять себя вот в этом весе. Рост у меня невысокий, 163 сантиметра. И при таком росте, конечно, я смотрюсь, ну не жирной, нет, конечно, пышечкой. Но тем не менее, вот хочется мне одеваться. Я решила снова сесть на кето-питание. Здесь на канале я буду вести поначалу свой дневничок питания. Потом, когда я снижу вес, я все-таки планирую остаться на низкоуглеводном питании. Может быть уже не на кето, а на низкоуглеводном питании, чтобы вес этот держался. И здесь на канале, кроме своих дневничков, я буду выкладывать свое меню, буду показывать, как я готовлю продукты. Ну и помимо этого, я буду ходить в магазины, показывать свои покупки, говорить о жизни, говорить о кето, готовить вкусности. Если кому-то интересно, кто близок со мной по духу, оставайтесь на моем канале, поддержите начинающего блогера, подпишитесь обязательно, поставьте лайк, напишите комментарий. Это продвигает видео, и может быть кто-то еще увидит мои видео, и кому-то я окажусь полезной. Поэтому рада приветствовать вас на канале «Элегантный возраст». С вами была Ирина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...